мне это стыдно признать всплывай здесь сейчас выдерни его здесь сейчас к тебе перед тобой кто это черт когда ты с ним сконтачивался когда с ним контакт не знаю сейчас где он сейчас картинка его у меня на столе передо мной сейчас он где на физике если он есть тоже не чувствовать конкретно почему он живой мертвый есть где-то вообще нет статуя это живое человек условно там не знаю потому что попробую найти сейчас по ощущениям других чертей живых активных но чертей нет только крысы а почему чертение куда делись если раньше были с тобой контачил ват отправились почему но если я не смотрел твоих сеансов предыдущих я бы память то выключать ладно в тебе еще структуры этих чертей и остались сканировать убирай теперь вдохни наполнить телу энергии и еще раз сканировать все чужеродное в теле сознание как что для города сверху какие потрогай укрепки какой материал гость это твои рога новостей плановится легко значительно нет а без наверное без значит не вырослих потом были опять вывод откуда не у тебя пойдем другим путем не хотелось бы думать что это было отключение разрядить ситуацию я напряжен мощный серьезный за может даже единственный в жизни тебя кто-то просил считать она все время убегаешь от работы почему же видно поэтому я то не мешаю беги но если здесь мы работаем нельзя быть немножко беременном либо работать либо либо включено либо выключено выбирай я стараюсь как мог бы кто-то просил ответить что ты сейчас делаешь стараешься нет это сканирует хорошо не старайся делай как говорил йода люку скайуокеру не старайся делай снимай дальше по инструкции раз ты без нее не можешь рассказывал на вкус как резина когда появились взлететь они для меня когда ты же не взлететь кто одел черту влади хорошо выдергиваю здесь сейчас он из когда что это за черт покажет что много времени назад сейчас он жив мотает головы что нет смотри иди в то время смотри на себя в то время первой встречи с ним но он больше меня я пришел с ним выяснять отношения то есть биться это жизнь привела к тому что надо уничтожить это когда это была какая жизнь не могу сказать а надо более того придется вот я тебе сейчас чуть-чуть тыкву как котенка в блок который не дает тебе сказать что это за блок что мешает сейчас на голове у меня одета как колокол по самые плечи алгоритм прежней работы и да и и и и Сейчас ничто не мешает, чувствую себя нормально, ни голова, ни ноги, ни руки никакими энергиями не отзываются, но в какой жизни это было. Опять восстанавливая те структуры, которые были задеты, повреждены, искажены, опустошены и прочими всеми структурами. Вдох, наполнение тела энергией, сознание энергией. Далее энергия течет спокойно, сама, гармонично, перестаешь вампирить нас и всех вместе по отдельности. Тебе это не надо просто. Тебе есть своя энергия. Смотри где, если вампирил, смотри. Илья, я не понимаю даже сути вопроса. Хорошо, наполняешься энергией и смотришь, идешь в прошлое дальше. в каком ты был теле, когда жизнь тебя заставила выяснять отношения с чертом. И где он тебя хорошо поймал, надев колокол, обувь и так далее. Илья, я не вижу ничего. Почему? Передомой какая-то стена из когти есть. Вот. Что за стена? Сломай один коготь и рассказывай. Ну, казалось, это вроде как занавеск. Столько стена, сколько какое-то закрытие. Что ты будешь с этим делать, если будешь? Волшебные палочки. Вариант. Можно еще волшебным огнеметом. Как угодно. Любой символ, чтоб это ушло. Почему-то просто дернуть, как что. Давай. Какая-то пещера, грот или что-то там внутри есть. Очень ценно. Пришло ощущение, что это личинка. Чего? Ну, того. Личинка от слова личность, да? Что за личность-то? Только маленькая. Ну, одна из спрятанных, наверное, королев. Бездна верная. Ну, я ясно не вижу, только ощущение у меня есть, что это кокон чего-то очень важного, которое хранялось. Какая-то резервная копия. Вот так и говори, когда у тебя был контакт с этой копей. Денис-то. Нечто ничего не идет. Вот сконцентрируй все свои ответы. Не знаю, ничего не идет. Где вот это вот максимально плотное, не знаю, в теле, вокруг тела? Вокруг тела? Или вокруг тела, да. Это точка, это сфера вокруг тебя. Какая-то как? Это какое-то утяжеление с правой, с левой стороны это позаночник. Ну, та же самая почка левая, условно. Ну, это выше. Погружайся туда. Ну, сейчас уже всплыло. Погружайся. Что это за структура, которая тебе мешает? Блокирует, закрывает, не важно. Блокирует, закрывает, не важно. Люстра видит из нескольких сотен кристаллов или кристалтиков, или чего-то такое. Отлично. Отлично. Отдели от себя. Смотри со стороны. Люстра отдельно. Ты отдельно. Это осеточное зрение, осеточное зрение. Угу. 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 Как болбоглазые усики. Вот, вот, в перевернутом виде, вот там, на потолке, а ясно. Угу. Когда был первый контакт с этим? Вопрос, когда были эти контакты, у меня сразу же ступор, я не могу понять. То ли я должен назвать цифру, то ли я должен увидеть что-то. Я ничего не вижу. Увидеть себя в момент первого контакта. Ну, идет какая-то борьба. Я с кем-то борюсь. Угу. Смотри. Вспоминай тело свое. Вспоминай ощущения. Подгружается информация. Только ты как половину стираешь сразу по приходу. Почему-то. Смотри, почему. Потому что для меня в диковинку новинку еще разу, так сказать. А еще, да. Страх и приказ стирать воспоминания, если они приходят. Смотри. Где у тебя программа на стирание воспоминаний всплывающих? Не в голове это точно. Почему точно? Откуда пришла информация, что не в голове? Ощущения идут как будто на хребтине. Вот что у тебя на хребтине, смотри. Это какой-то, что ли шить, то ли рог. Ну вот, бери за него и смотри, думай, что это рог. Почему он тебе доставляет информацию в твой мозг? Дает ответы, что это не в голове, что это не пустота, что это нельзя. Это подключка такая. Вот. Что за подключка? Когда она появилась впервые? Что она делает? Он заставляет жить меня в другом мире. Ну вот давай ныряй в тот мир. Что это за мир? Ну какой-то неестественный. То есть если человеческий мир, ну какой-то… Забудь. Выключи память. Описывай тот мир. Много идем на ты у страха всяких. То ли гор, то ли скалы. Информация из этого шипа. Загружай в мозг, в нынешний твой мозг человеческий. И описывай какие картинки идут. Ощущения, воспоминания картинки. Поехали. Какое-то огнеподобное, я бы сказал, существо надвигает. То есть это как какой-то огромный горящий паук. Угу. Движущий. Из нас мы отступаем. Угу. Мы это кто? Смотри. В составе какого-то подразделения. Вот что за подразделение? Как выглядит? Выглядят как... Я вижу их сверху. Головы как в касках таких. Угу. Ну, скажем так, если бы были вооруженные силы космического назначения, то они были для одного. Вырубай память снова. Смотри. И против кого идут боевые действия? Вот сейчас я вижу, что идут против большого жука, которого прибили. Которого что? Прибили. Угу. Прилилили что-то аналитически. Это... Понимаешь, мы убежим. Я понял. Это с какими-то крыльями. Да. Да. Планетарная зачистка. Где? Когда? На вопрос. Где и когда меня сразу ставят в ступор. Хорошо. Вспоминая вот это подразделение. Оно одно? Откуда команды поступали? Команды поступали со стороны. Мы были отдельное подразделение. Таких подразделений было точно несколько. Сколько? Не знаю. Было несколько. подразделений. Ты в составе подразделений. Твоя функция была какая-то отдельная? Мне хочется сказать связь. Хочется? Говори. Связь управления. Если это правильно. Да. Это одно и то же было. Транслятор. Жукури транслятор. Офицер связи. Можно сказать просто офицер. Потому что просто транслировал. Перераспределял потоки. Токсическое руководство относительно небольшой группы. Откуда сигналы шли? Связь двусторонняя. Принимай информацию. Большой космический корабль. Как выглядит? Что там? Выглядит очень резные очертания. Несколько корпусов. То есть, не единый корпус, а как из нескольких соединенных корпусов темного цвета. Угу. Что там на нём? Ну, на нём, я так понимаю, руководство. А без понимания? Принимай информацию через этот шип. Полный вопрос. Штаб. Опускаешься в то тело и транслируешь сейчас, что тогда было. Какие образы? Я так понимаю, что корабль вместе с этими группами производил с этими зачистками, что вижу, как будто нож зачищает какую-то ребристую планету, выглаживает её подрожненько. Кружавок вокруг неё. Это первая твоя операция такая? Ну, идёт ощущение, как будто бы нет. Угу. То я уже немножко в теме понимаю, какие должны быть последовательности действий. Ну, это можно сразу подгрузить. Давай следующую операцию вспоминай. Что было? До или после? После. После этой зачистки. Почему-то отделился от корабля основного какой-то... часть, какая-то часть улетела как на разведку. Угу. Ты был с этой части? Да, я там. Которые улетели. Что дальше? Что разведал? Как выглядит вражеский корабль? Что за корабль, как он выглядит? Весь шиппасты как-то огромных размеров. Что-то глаза, как у нас много. Угу. из себя сейчас посмотри на тот корабль и на ту на тот мир ту вселенную где это надо показать пальцем и искать верху внизу внизу вверху если натор это светлое пятно пульсирующий маячок до левый вверх ткни в полос ощущение что поменялось и еще раз посмотри где это тор вижу как-то думаете проявить и не проявляли лишь разница поперечные полосы на том корабле на вражеском кто что такое впечатление что мы не долетели сбили не смогли выполнить свою миссию дальше не не могу дальше что происходит поставки смогли рассказываем без понимания вот понимание все это спирали я опускаюсь вниз тело больше похоже на человеческое так дальше что это спираль идет идет вниз заканчивается какой-то лорбиной лорбине в каком теле лежит описывая тело в котором тело ушло нет то что-то то ли каменевшая это фигура или кокон или описывает дальше или саркофаг дальше что происходит пытаясь вылезти из этого саркофага тело сменилось человеческого обличия сейчас обличия какой-то не пойму понять какое до конца не вылез как устрица я веду саркофага пытаюсь вылезти как выглядит тело ну что-то среднее между хузнечиком и какой-то накрыться что-ли замечательно да убили душа снова родилась в рое снова новая функция в новом теле точнее там типа клонирование производства насекомых какая функция смотри описывай что ты делал там что-то записывал серву что вспоминай ты все помнишь это событие как архивариус уже не пехота вспоминай в конце не твердеет нет военных действий каких-то военных навыков в этот раз не вижу как отбирать новобранцев сортировать их этих суда этих суда кого сортировал вспоминай по какому принципу физической мощи возможности как выбьют новобранцы были темные блестящие панцирь или как-то покровных и тянули налево не блестящие какие-то матовые на право разделил две колбоны высокоинтеллектуальная работа примерно как в российской армии ничего не поменялось дальше даже к рекомендую за мной чем кричал как как чем кричал как выглядишь еще раз но были с я личинки такой как саранчева и что-то такое непонятно потом пока я работал с этими какими-то круглыми то ли шарами то ли кристаллами по началу они были такой же цвет как я не стал темниться не стал темненько мое тело потом оно стало жестким состояние скажем так уголки приводился в полноцелое 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 были приданы какие-то силы штормовый отряд и куда-то с ним получались какой-то тоннель смотри какой тоннель то есть как был ефрейтором так и остался условно замечательно только тебе дали восстановили души те же условно матрицы тела новые и побежал на новый штурм что это какой новый штурм смотри какая-то база с множеством входных тоннелей по одному из этих тоннелей бежит так сказать в отряд вместе со мной или я вместе с куда бежит во внутрь этого строения которое в форме большого жука вместо лапы у него получается в тоннеле через который можно в него попасть а вот это скорее всего погрузка военный корабль все погрузились взлетает и планирует куда-то лететь но он не самый большой он ждет команды это транспортник дальше дальше мы летим куда-то мне показалось что какая-то планета с уже прозрачной атмосферой похоже на землю вот мы полетели в эту сторону и что там пока не знаю пока не путем дальше не вижу хорошо почему-то я не в самой этой мясорубке но там идет война большая взрывы взрывы как это зарево я не в деле я почему-то вижу то все как бы из тыла артиллерия работает стандартно орбитальная бомбомбежка ждете высадки рассказываю дальше пока там еще все горит мы как бы стремляемся к этому будет высадка рассказывать откуда команда поступает как ты выглядишь пока расскажи что что мешает увидеть снова в этом теле человеческом смотри как только не видишь сразу смотришь вот следующий рефлекс ты вырабатываешь как только что-то не видишь смотришь почему не видишь откуда это не вижу идет где формируется где сконцентрировано работой таблетки в это забедренный сустав откуда откуда это откуда это ну не знаю ну и болит что там источник боли между суставом какая-то металлическая металлическая пластина какая-то твоя да нет что нам нет попробую вытащить менять свой форум достаем просто она даже не металл откуда проходит это темный шарик что за шарик все умеры понеслось ассоциативные ряды такие же достану вещай память выключай начали картинки сыпаться таким потоком какие-то змеи бабочки какая-то голубая совсем же другом не надо понимать ты фильтруешь все картинки пока не приходят истинные ты почувствуешь что это истинное они как материальный как наложится на что-то реальное откуда откуда как суп накрывает это блюдо и крышкой кто-то у меня слева который с ними крышку и смотри кто и какая-то свиная горда дарим палочкой да почему-то идет ощущение как вдруг ни с того ни сего тот человек которым я говорил что он из Санкт-Петербурга уже целый диск а вот смотри что это за человек вот смотри на него сейчас и что вот 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 Почему этот масон тебе сейчас вспомнился? Почему когда мы стали разбирать то, что тебе мешает сейчас, вспомнился этот человек? Смотри, резонанс какой? Усилит резонанс. Пусть все всплывет. Я уже резко забыл, о чем мы говорили до всего этого. Почему ты забыл? Кто стер память? Что? И сейчас опускаешься в прошлое и смотри, что тебе стирает память? Большая пчела. Вот, что за пчела, ткни ее палкой. Палка я ткнула, она как бы рассыпалась на части, и из нее появилась. Женский образ королевы. Хорошо. Ткни ее палкой. Теперь жук. Ткни вот этого твоего мальтийского орденоносца. Муравьи. Муравьи. Смотри, смотри, его чакральную систему в человеческом теле. Мне кажется, только одна чакра есть. Угу. Что за чакра? На каких уровнях? Угу. В общем, одна, да. Они все через это дело. Вот смотри, когда она появилась. В теле было, как у людей, 7 чакр. Он родился такой, одной чакры половой. Ну, вроде бы, вижу, как ребеночком родился все-таки радужный плак. Да. Вот когда это изменилось? Когда ему было где-то 28-30, что-то приходят такие. Что произошло? Вот посвящение в нас у нас здесь. Вот смотри, ритуал, процесс. Как это произошло? Ну, как положено, пьет из чаши. В руки дают кинжал. На каком-то основании лежит обнаженное тело. Волосы длинные, по фигуре, женщины. Глаза у него завязаны, но я беру его руку, его рукой кинжалом втыкает в жертву. Угу. Он, в принципе, к этому готов, это Василий не смотрел почему-то. Он принимает это все. Как и должно быть. Потому что ему объяснили, чтобы быть высшей расой. Надо быть выше всех этих ощущений. Ну, как. Жалости. Нежалости. Дальше, что происходит? Вот этого я не вижу почему-то. Что же должно произойти? Что в чашу? В чашу была кровь, естественно. Вот откуда у тебя информация-то поступает? Из памяти или из представлений, из знаний об этих ритуалах. И все-таки? Нет, ну я, когда он зашел, я увидел, что ему, с левой стороны, от него подают ему чашу. В общем, все-таки увидел. Замечательно. Что мешает дальше смотреть? Где-то треть от общего объема чаши находится кровь. То есть это не вину, скажем так, аналог крови. Это реальная кровь. Судя по тому, что когда эту жертву втыкает данный ему кинжал, жертва не сопротивляется и никак не реагирует, значит кровь вылазит, а уже тело не мертвое, но кровь из него частично будет выпущена. Угу, уже нет силы сопротивляться, да, обессиленная. А зачем мы ее такой обессиленной сделали, эту жертву? Зачем? Ну ты вижу, что глаза полные мольбы, а сделать не может, потому что привязаны и обескровлены. А плата и боль, и мольба. Почему не шумит, не кричит, не говорит, ничего? Ну рталь не вижу, вижу только тело, вижу волосы, то есть как бы понимаю. То есть показывает, мне кажется, что это женщина. Тело смотри какое. Здорово. Наверное, это все-таки маленький ребенок. Угу. Мне кажется, после того, как он все это проделал, его обнимают, поздравляют. Да. Он смог, он теперь равный им. А вот смотри, на энергетике что произошло? Он стал из человека превратился в муравь. Да. А смотри, почему жертв кто-то не кричал. Честно сказать, что у него был завязан рот, но я этого не вижу. А другой способ сделать так, чтобы не говорил. Есть? Смотри. Есть, отрубили голову и отрезали. Ну, почти, смотри. Пришла информация, что сделать нужно? Пережали горло сильно так, чтобы не произнести нежно. А почему сразу отрубить тебе пришло? То есть все-таки не пережимали? Или смотри, все верно? Я просто увидел, как темная полоса на шее. Одно, что это разделение двух частей. Это перерезано на связке. Первый укол. Чтоб не шумело. Жертва, скажем так. Смотри весь процесс сразу. Многие пьют из, почему-то из разных кубиков. Почему из разных? Не знаю. Посмотри. Два кубка вижу. Посмотри. Хочется. А. Хочется. Загибли. Содержимые одинаковые? Я уже пытался понять, одинаковые липунки, что там в содержимом? Да, ну, содержимое разное. В одной липунке темнее, в другом светлее. В одном, как вода или что-то такое прозрачное, назовём это шампанское, в другом всё-таки, наверное, кровь. Шампанское или, смотри? Либо другая жидкость? Что-то светлое. Какая жидкость в человеке светлая? Попробуй понюхать. Угу. Что-то у меня спазмы. Угу. Никто не обещал, что будет легко, воин. Это надо пропустить через себя, чтобы знать, с чем работаем. С каким говном. Так я пытаюсь понять, что происходит с теми, кто их убьёт. Ага, во-во-во. Тоже надо пропустить через себя. Страх, куча гормонов. Всё это куда идёт? В кровь и в мочу. Ну, все эти гормоны для определённых... Вот смотри, что происходит. Да. Да, 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 да. Там тоже куча гормонов адренохромных, скажем так, вот этих. Они не хотят ничего потерять, поэтому они пьют, в том числе и мочу. Смотри, что происходит с энергетикой. У них как будто рога вырастает. Ооо. Что за рога? Ну, какие-то поначалу светлые. Ну, всплеск энергии чужой, да. Так, смотри. У меня почему-то стоит образ кузнечика с усами. Угу, угу. На связи, смотри. А почему это происходит только, когда они кого-то убивают? Прям вот они вживаются в эту роль. Сливаются с Роем, им там классно, так кайфово. Зачем для этого убивать? Ну, хочешь ты почувствовать себя мурашком? Ну, почувствуй. Зачем для этого убивать надо кого-то? Смотри, что происходит. Ну, у меня идет, как бы, видимо, картинка или понимание того, что они автоматически подключаются к крови. Да. А почему при вот этой вот крови, вот при этой вот... Что происходит? Что особенного в этой моче и в этой крови? Не могу сказать. Смотри. То есть, если я начну мыслить, я то скажу. Но я пока просто пытаюсь смотреть. Смотри. Просто принимай информацию. Если не принимаешь, алгоритм прежний. Смотри, где что мешает, какая пустота, откуда появляется и работай с этим. Как-то они соединяются на уровне энергетики. Желание уничтожать и кайфовать от этого. Да. А почему они кайфуют от этого? Смотри. Потому что убивая и выпивая чужую кровь, чужую жизнь – это дает жизнь им. И они этому радуются. Так. А почему? Вот смотри. Обычный человек убил один другого. Что происходит? Ну, душа как-то темнеет. Он убил. Так. Кайф есть какой-то? Как-то жизнь перетекает из одного в друга? Нет. Так. А у них почему перетекает? Ну, я-то уже понял подсказку. Угу. Почему перетекает? Ну, потому что они, как трансляторы, они дальше, ну, чуть-чуть этой жизни остаются у них, ну, так какая-то часть. А остальная часть будет… Куда? Да. Вот так. В царевише. Так. Дальше что происходит? Смотри. Дальше с этим потоком энергии или с тем, который… с потоком. С потоком. Она формирует коконы резервные. Угу. А от нее к ним что-то идет? По сеансам я знаю, эту информацию сразу же… Смотри, сам. Смотри, выключи все-таки память. Смотри, сам. Смотри, выключи все-таки память. Ну, туда идет светлая энергия, обратная тема. Какая? Ну, фактически черная. Угу. Что это за энергия? Какие у нее свойства? Ну, это… то, что у нее приходит первое – это ужас. Попробуем на вкус, этого не стоит. Не почувствовал ничего. Почему? Что захотелось сравнить с шоколадом с горьким. Угу. Нет, ничего не почувствовал. Угу. Вот так « same thing» – давай побольше. Угу. 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 иногда тупишь мари что заставляет тебя тупануть какой-то тремор внутри от оснований как что-то отрезает там как лопасть вентилятора иногда так раз и все это даже не мешает мешать вот смотри где это какой опять блок почему он у тебя 5 уровень металлической алгоритм прежней работой рассказывает снимаю пытаюсь понять из чего она сделана металл пробую пришел это для чего это что с тобой делает закрывает меня поле сознания не дает вспомниться до блокирует вот смотри уже три блокировки после и три воплощения ты посмотрел это после какого воплощения то есть условно когда ты выходишь из роя умираешь неважно ставится блокировка нас на воспоминание чтобы предыдущую жизнь не помню вот это какую жизнь блокирует чем он отличается предыдущий предыдущие смотри какие вспоминай темные как из пустоты а это как сетка почему отличается разные раи либо один рой это наверно уже как бы тот же самый возможный рой скорее всего так уже получение по службе первых верным нередовое в прошлом кто то уже наверно так посерьезнее это ты догадался либо ты это увидел либо ты это пофантазируешь но просто прошло откуда пришло волос море откуда единый источник откуда информация идет уже об этом вспоминай себя более поздний момент вижу какую-то светлую комнату в ней такой приятный белый свет несколько скажем так ну назовем это наверное все таки действительно это уже штаб что за штаб штаб чего я просто вижу что фигуры все светлыми какие фигуры описывай ну как будто длинных таких одеждах но не до самого пола где-то есть выше щиколотки в стол светящийся на стороне какая-то информация гомографическая но я как бы немножко стороне от ты как выглядишь а группы посмотри кто рядом чего чего вижу фигуру которая выше меня русском значительно мальчик мальчик девочка то что идет то что идет большая женская фигура посередине на двух сторон стоят то ли стражники то ли охранники то ли доверенные лица то ли другого идентифицировать не могу понимаешь что он такой же как я с той же функцией что за функция охрана этой женской сущности которая центре между телохранитель замечательно подключку одевай и себя сейчас загружай подключку как ты выглядел еще раз смотри на голове что руки какие ну мне почему-то видится в светлых одеждах крепкий мужчина с бородой и я ткни палкой борода ли ткни палкой это усики похожи и сразу же белый мужчина превратился в какой-то большого таракана отлично команды как получал ты как поменялось в середине стоит королевшина я почему-то от нее слеп хорошо не знаю как насчет хорошо у меня ходу лукой все воспоминания загружай сейчас и рассказывай из того момента все знания все что ты знал тогда ты знаешь и сейчас рассказывай почему-то ну не знаю вот рассказываю то что приходит да есть замысел перехвата власти во всей этой структуре попытка свернуть эту мадам но желающих это произвести очень мало и все понимают что в принципе победа возможна но ее процент очень маленький в основном все готовы идти просто до победного конца у нас а почему зачем ее свергать я не могу отключить мозг он то знает все призывы есть ну потому что управление женской энергией мужской это не допустим все должно быть ну или хотя бы 50 на а еще выгружай оттуда сейчас просто информация файлы просто копируем начнем с низов как рой там выглядел как выглядел корабли кто еще был из из оттуда их корабли этих много основной большой как авианосит сохраняю всяких лимокурах и прочих так и здесь ну как бы идет понимание того только бессмысленности действий которые были вынуждены раз за разом предпринимать какие-то действия вместо того чтобы создавать как завещанное или как изначально было задано мы вынуждены разрушать 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 с каждым разом становится все невыносимы невыносимы почему невыносимы для кого для того у кого еще осталось живым желание наоборот создавать вспоминай королевишну тогда королевишну еще раньше в момент твоего присоединения раз в три что у нее изменилось размер конфигурация наполненность она была невзрачной небольшой с преобладанием темного цвета или или маленький будет таких как ты сколько было какие еще были из тогда бери информацию файлы с любишь если она королева А это ее рой. От кого защищать-то телохранитель? Любой, кто создает себе империю, создает себе телохранители. Это откуда информация сейчас пришла? Выключи там. Прогружайся тогда, выключи все сейчас. Может кто-то занять ее место. Так, кто? Ну вот тут уже на арену ходишь. А я это кто? В тогда. А ты-то в тогда. Я тебя вижу почему-то со спины. Как спина выглядит? Мощнейшая броня на голове, на спине. Почему-то другого цвета. Какого? Почему-то бронзовый. Хотя и ноги защищены тоже серьезно. Ноги, руки. Всю структуру роя в тот момент. Я из тогда. Подружайся в то тело. Выключай память. Выключай логику. Анализ. Чувствуй структуру роя. Описывай. Как это? Круг, пирамида, квадрат. Сверху вниз. По уровням пошел. Ну, на вершине пирамиды, естественно, королевишна. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Второй я вспомнил. Что? Что мешает, где мешает. Смотри. Снова блоки. Анализ. Нежелание ошибиться. Убирай. То есть, погружаешь сознание в центр головы и еще ниже в то тело проваливаешься. Все. Этот мозг выключается. Ты рассказываешь, что тогда, Кейщин. Почему? Нет. Потому что вижу просто эту пирамиду, как стеклянную, очень сильно увеличенную книзу, прямо чуть ли не расплывающую. Ну, вот это и описывай. Но выделить что-то по слоям не получается. С шагом условно один сантиметр. Наверху королевишная, ниже нее что? Сущность. Сколько? Ну, получается. Получаю либо гадалки, либо гадать не надо. Он за парком уже четкого понимания. Показал. Нет, еще не работал. Без тебя ничего не показывала. Покажи ему диагносту. Посмотри, пожалуйста. Алик, посмотри, пожалуйста, что такое диагност? Как ты его воспринимаешь? Просто закрой глазки и успокойся. Это сейчас квантовая программа. Сейчас в нашем зоопарке ты знаешь, что есть зоопарк. Ты знаешь, что мы называем зоопарком. Опиши, пожалуйста, что такое диагност? Как ты видишь эту картинку? Какие образы приходят? Отлично. Продолжение следует. Помню. Продолжение следует. Покажи, пожалуйста. давай начнем так форма ну то что изначально мне показалось оно было похоже на какой-то светящийся на голочевой предмет который потом превратился в медузу я понимаю что нет ты не понимает и просто смотри вот началась у тебя с того что ты увидел предмет много лучевой какой формы этот предмет много лучевой не подставляя никакие знания почему просто потому что я увидел как несколько лучиков из одного центра но как шарик чистый но почему лучики были направлены вниз как щупальца медузы потом уже воображение хорошо не надо ничего не надо ничего дорисовывать значить это общий центр от которого выходят лучи правильная технику форма мы разобрались хорошо дальше идем дальше функции осматривать потрогая его пригласить к себе и рассказывать ощущения соответственно при этом формации и о функции и результатах назначения природе структуры так далее давай работой мы так как много структурное облачко с множеством множеством таких лучиков и каждый лучик на конце как закруглены как утолщение или закругление . которым он касается он проверяет поверхности или там предметы очень под их много-много-много-много-много но так передвигается проверяем что проверяем что проверяет то есть как бы ощупывает что это что это что это такое вообще не вредоносные то есть не повредит ли ему то почему прикасается но а если он найдет что-то опасное что он с этим делает и что для него опасно и почему-то сразу превращается какую-то энергия поглощающие структуру это не то многослойная облачка которую какую энергию поглощает начинает и что он находит опасного с тобой чтобы почему-то я все время вижу картинку как бы перевернуть идет очищение все темные серые все какие-то вкрапления очищаются то где-то даже не знаю облако это или не облако это что-то прозрачное за собой наставляет чистый золотистый след формы облако увидел смотрит до его функции красиво чистенько гладенько ровненько выполнено каким-то светом отлично функцию тоже форму увидел цвет увидел все верно молодец ощущение у тебя отчего от него от него я не на себя примерил я его примерил понять как его функция задал какую-то резненую энергоинформационную структуру ну вернее оно так получилось и вот это ты ему показал работать себя покажи и пригласи и смотри пусть с тобой поработает раз мы все так а заводча озолачивает очищает посмотри на себя из его выпустим пообщайся мысленно вот он дошел на до уровня грудной клетки чувствую как какая-то энергия легкая вибрационный проходит через у меня сверху вниз я пытаюсь как скафандр на себя одеть не мешает тура листу просто расслабься помогай откройся крой все прямо пусть работает и рассказывать ощущение не пусть он тебе показывает что делает есть такая функция как на экранчике сейчас почему-то он может пробиться через поля моей ираструктуры на серые частицы пытаются его толкнуть вот что за частиц помогаем у спросивания что за частицы и сам обменивайся с ним информации как завершенная угольная пыль который меня прикоснулся ко мне находит какие-то промежутки как сектора которая удается прочистить я чувствую начинает касаться меня не ехать попадаю как светлый туман покажи ему свой мозг что он чистит где если чистит на получилось как череп абсолютно прозрачный внутренний обувь он пытается пытается он чистит как волнами в аквариуме какие-то структуры мозгу нарушаются как опадают что ли смотри сознание ты ты продолжаешь мыслить так что что разрушается вот опять все закрылось что все и почему твоя воля ты как вот не принимаешь там но это тебя хорошо натаскали те приказали ты выполняешь все всплываешь информацию стирать отбиваться вот откуда у тебя это стереть воспоминания роль где-то программа стереть пробуждающий сознание свое не давать себе наполняться где-то программа как только я об этом сказал это ощущение ушло спряталась чтобы не мог подойти уж я хотел его достать вот найди достань куда спряталась или вспоминай в том стане когда она была активна хватаешь и вытаскиваешь что это называется как червячок покажи диагносту ну вроде растворил а что это было сам смотри какой-то подруга предмет который червячок свернут в кольцо каждый новый выход на следующий уровень возвращал предыдущемуся программа алгоритм вирус смотри укуси съешь чтобы понять и смотри откуда это как настирание чтобы возвращало на прежний уровень только ты дернешься последние лет десять это программа работает четко когда появилась программа смотри откуда кто я написал кто в тебя уложил с тех пор как я начал заниматься интересоваться она тогда появилась либо всплыла она всплыла вот а я тебе за какой вопрос задал кто установил отвечай все раевые при этой программе начинают отвечать не на заданный вопрос под копирку я вот потому и улыбаюсь я уже заметила я понял почему ты ржешь поверили много у всех одно и то же ничего нового одна и та же программа вшита в мозг только ну давай сам находи я тебе могу все рассказать это будет не то учись работать сам единственное что приходит опять этот черт покажи черт диагносту покажи диагносту что будет просто раз так не выдержал очищение чет остаток даже съешь этого червячка эту программу вырви прям откуда все-таки потряси растение деформируй сразу вылезет источник потому что эта часть это все все связано со всем ты ломаешь это и ты ломаешь источник получается то откуда пришло давай работой это не ладо укуси просто растение порви на на две части разрежь вдоль или поперек как удобнее приходит осознанием как вы могли так со мной поступить с кем я не знаю пришел вопрос как вы могли со мной так поступить что зациклить это то есть ты спрашивай как с тобой поступили да то есть удивление вы же вроде как свои родные я вам доверяю как братья масона может как сейчас называется мы же все как бы из одной казармы боевые соратники с одной мамки буквально до братья по ложе как так а вот такие братья такие законы а кто законы пишет государственные думы там тоже братья такие же которые ни разу не братья ладно шутки шутками давай источник все-таки найди откуда это программа хочется сказать что даже дмитрий постарался такую программу чем придумать внедрить на случай выхода вот вот есть такой частично а еще частично но частично естественно указание так королевы получ ладно берешь эту программу растягиваешь тянешь тянешь этого человека тянешь раз вылазит системный код и смотришь и меняешь на вспоминание на противоположность момент с плюсом на минус можно поменять забывание на давай я помогаю на воспоминание вот ты вспоминаешься на раз как бы тебя на предыдущий уровень а чтобы на следующий уровень на воспоминание на усиление вот там в трех местах надо поменять чуть-чуть как переключатели ну во сколько сможешь давай смотри накачивай своим сознанием чтобы оно менялось там не только символы я пытаюсь их местами менять вот своим сознанием наполняй да 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 прокачивай энергией эту программу пока она не станет уже твоей какой надо где-то в три раза укоротил ну пусть будет хорошо хорошо теперь позови доктора такого же как диагноз то только доктора и описывай что это автомобиль то принесется быстро ткни палкой потрогай что видишь что чувствуешь как это белая вращающаяся похоже на пирамиду только с круглым основаниями внизу вот потрогай покажи себя какие образы приходит общение мысленное что это тебе говорит о тебе же что так так много закручивающих соревнований это значит раскрывается этот зонтик становится уже не пирамида практически с такими же как у предыдущих на конце почему-то такие кругляшки или что это такое типа датчиков да и что делает искусственные дыхания зачем с чего это ну я вроде как становлюсь светлее темнее или все-таки прокачивает тебя потому что где-то было ты смотри выдыхает у меня энергию жизнь я почему больше ты перестал вампирить потому что ты прям поглощаешь впитываешься откуда тебе это свойство забирать ничего не отдавать черным солнцем стать черной дырой покажи вот эту ситуацию что он скажет мне доволен почему ну потому что я выкачал с него очень много энергии он хотел ты не только с него ты и с меня и с молной этому она молчит я ну я не знаю как-то на перекрытие эти краны то что это я я-то не знаю я-то ничего не знаю наши-то краны желания оставь в покое ты это в себе эту губку большую желание я не знаю для меня вот вы сейчас говорите что а для меня все уже как сказать куда ты одеваешь вот этот океан энергии который ты выкачал в себя куда вот как доказательство самого безумного преступления вот откуда вот откуда это не совершала да да вот откуда в тебе это желание забрать со всех энергию и куда-то вылить куда-то вылить куда-то вылить куда-то вылить куда ты одеваешь вот вот куда-то сливаешь всех все что вокруг тебя и зачем и откуда у тебя привычка скажем так да я не думал что я настолько плохо я тебя спрашивал что ты думал какой вопрос я задал с чего ты себя оцениваешь мы решили поговорить о тебе любимом соберись куда ты одеваешь энергию я даже не успеваю и попользоваться у меня вся новость в том то и дело куда ты сливаешь смотри куда мы сон одевают энергию когда убивают нижние миры куда-то все во-первых вспоминает жертвоприношение и диагноз туда направь покажи ему и смотри что происходит почему-то он щупальцами своими окончаниями своих техничек всех их берет за голову собирает единая куча он начинает убить мало доктор то же самое покажи весь процесс всю ложу и смотри что происходит у них помещают какой-то сосуд который сжимается до кто помещает размеры точки а то не вдвоем и с точкой что происходит она почему-то светится или они ее съели в общем некая трансформация смотри процесс какой это процесс я видел как светлый кокон этот кокон наполняется светом уменьшается ожимается до состояния точки вроде бы эта точка присутствует в том раз и на фоне двоих этих друзей ее нет все они взяли всю энергетику и стерли типа хорошо я не вижу уже больше они даже не шли вдвоем либо еще там кто-то какие-то функции прошли смотри снизу снизу что-то голубое или синие что это как облако какое-то синее ну вроде не синие не голубое ну вроде и не синие что ты его тоже просто скажи любопытный я говорю давай подружимся он кто-то насупился на нее так смотрит на кой фиг мне с тобой подружить а как выглядит то ну они вообще такие да сейчас сейчас облачка продавала сейчас как голубой шар ага что недоволен так даже как-то с некой брезлилостью он к тебе брезлилость как к человеку либо как к жуку либо как к чему как одна и две взаимодействовать еще там кто-то участвовал вот ты ты показал диагносту а он то тут там почему он за всеми за ними наблюдали скажи ему спасибо скажи ему спасибо поблагодари скажи что он хороший убежал ладно ты убери что-то у меня сердце начало поболевать ну не каждый день с женами общаешься то есть не каждый день я с Ильей и моды общаюсь доктор покажи сердце смелым снег такой пищу расскажет что доктор доктор покажи сердце где болит что он скажет он так же осторожно мне подходит я вот опять скончаю ну потому что реально вампири сейчас этого начал зачем тебе это да я так узнай ну такая программа сайт функция все что получил надо срочно сдать замечательно где эта программа она твоя ну естественно нет что разве похож на похож легче стало работай давай скорлупу убирай вот этого чужих воспоминаний навязанных штампов начинай думать сам это тяжело особенно для жука с нескольким скучей воплощения который сам думать не умеет учись и всю энергию пропускает как и любой масон все что забрал отдать давай становись человеком всплывай я тебя чуть-чуть поднимаю на человеческий уровень работаем покажи доктору чакральную систему пусть восстанавливает на человеческую ты ему помогаешь запоминаешь как это и теперь твоей воли будешь дальше поддерживать чтобы не откатилась назад после его воздействия почему теперь у доктора не вижу почему-то какая-то темнота почему перестал видеть я не могу понять ты пока не перестал вампирить теперь понимаю алгоритм прежний откуда идет непонимание где центр непонимания ну вот как-то обруч ну вот что за обруч я не могу понять Что-то ступор какой-то, даже не понимаю, что делать дальше. Почему ступор? Пространство округа осветлилось, стало светлее, приятнее. Диагноз поработал, мы его метчик называем, золотой метчик. Так, чтобы проще было. Доктор почему-то его зажал, как будто вырастил тысячу рук, лапок и держишь все его щупальцов и не даешь работать. Я держу этот обруч, который снял с головы. Не могу понять, что с ним дальше делать. Я уже закрутил несколько раз вокруг себя. Осознание или понимание то, что с ним делать дальше не происходит. Наверное, он его попробует на вкус. Как и было, когда репезьяна с гранатой. Ну, давай, давай. Варианты. Это не приносит никакого результата, поэтому я сейчас думаю, что с ним лучше сделать. Думай, давай. Тяжело, но надо думать самому. Наверное, я его пытал. Все, руки освободились. Покажи доктору. Постоянная смена света и серости какой-то. Постоянной кампы. oki Оскале доктор нашел меня за головы очищать дальше грудной клетки можно пока что потому что это начинает загрязниться почему вот это пыль мелко дисперсная такая серая снизу солевым тут он раз сейчас я закрою не обязательно покажи диагносту пусть он ее съедает это же энергия пусть трансформирует в хорошую и ты выйдешь на источник также покажи куда ты выливаешь и выливал всю свою энергию раньше который на вампире на хапу ухудшая себе карму все и просто разрушая вокруг все сливал вот куда ты отправлял туда его пошли скажи там много вкусный вкусняшек пусть забирает но этот канал за ним разрушается никогда в жизни не подумал что я такой хороший порядочный человек а по сути вам белый пушистый да думать не хочешь то я всегда прикалываюсь я нет дальше что давай работой расслабился устал понимаю тяжело надо добить давай давай соберись на что мы выйдем какого-то результата или это бескончально нескончаемый процесс какого цвета ждешь я жду пощадке я хочу прийти к пониманию для создания самого себя что я здесь на самом деле но вот ты только что ты видал себя не нужны жуком тараканом на что тебе по-прежнему таракан нет человек человеческом теле ты человек до этого ты был бро и там в теле жука был теле таракана теле нафигом его какого-то еще что нет я хочу смотреть на куда это все что не включилась какая новая программа это видите четко я это вижу скорее еще бы как ника на воспоминаниях и ощущениях без абсолютно уверенности в том что я рассказываю ваших словах всегда есть уверенность и понимание того чтобы видение мы мошенники мы все нафантазировали включая доктора и диагноста и сцену с масонами а вот теперь смотри как это все проверить и что в тебе сейчас говорит ты ли это какая программа сейчас работает смотрите что сопротивляется вот эти маленькие иди сюда дай поглажу по лысой головушке но я вижу что перестали на меня дают отстаньте от меня да я такой маленький знакомый знакомый есть у нас такая-то один тут человечек который вот так вот тоже да ну отстаньте от меня ну все во-первых это для меня было архи неожиданно к одному а тут а в твоей жизни что все остальное ожидаемо ну какие то значит пришла пора неожиданно перерыв я понял отдыхаем почему замучили а у меня уже скоро и планшет в 0 разрядится да 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 это все это железная причина все прекратить все отлично